всем здравствуйте давно я не выкладывал видео у меня есть один ролик я снял видео о том как шью чехол на брючный с помощью формования делал формование на коже но его обработать у меня сейчас времени нет слишком большой объем роликов то есть количество и объем и чтобы урезать до приемлемого размера чтобы людям было нормально смотреть обработать на этого надо много времени а я как бы устал немножко тематики кожи у меня еще другие хобби есть там но и работа жизнь как говорится и я сейчас например усиленно начал заниматься спортом точнее развиваться направление спорта укрепление здоровья натуральный тренинг и так далее тоже буду создавать об этом канал отдельно точнее уже создал буду развивать дальнейшем может ссылку кину если кому-то интересно если самому мне покажешь что видео довольно таки будут интересными если нормально все пойдет и обязательно всем ссылки скину ну и так далее неважно в общем почему решил вернуться к коже опять сейчас человек в комментариях написал что хочет сумку такую же себе я как бы не любитель делать изделия на заказ делаю обычно знакомым друзьям или кто попросит обычно тем кто живет со мной в одном городе здесь человек как и понимаю из другого города но суть в том что ну раз человек очень сильно хочется принципе подумал почему не сделать то есть сразу объясню что цель у меня не получение прибыли хотя в этом ничего страшного я не вижу то есть просто сделать изделие чтобы человеку было приятно с ним ходить поэтому заморочился решил купить ну хорошие материалы очень то есть я взял кожу рада получилось я найти не с первого раза приехал в магазин не сразу не смогли найти кожу до этого я ездил несколько раз смотрел какие кожи есть меня не качество не очень понравилось вот эта кожа офигенная было бы полушкура то есть целая полушкура я взял половину от полушкур но дело то что целую полушкур убрать дороговасто получается подумать цены всем известны поэтому взял только небольшой кусок на сумку вполне хватит даже скорее всего на 2 очень хотелось сделать изделие чтобы изделие была хорошая фурнитура качественно пришлось тоже полу я весь город сегодня объездил чтобы найти просто фурнитуру дело то что фурнитура продается очень некачественная ну причем надо понимать что она вся производится в китае есть качественные с некачественная так вот чем парадокс нашел я качественную фурнитуру она стоит дешевле чем некачественная вот такой вот парадокс в принципе мне это радует мне даже приятно было это фурнитура будет красивая хорошая никелирована хорошего металла один недостаток то что мне не нравится сейчас тропа продается вся однотипная причем реально я уже все возможные магазины где может быть только она продаваться даже в артовом магазин съездил где она продается большим метражом и там она вся однотипная у нее плотность низкая то есть это ремень можно встретить его на спортивных сумках кто не заморачиваться принципе разницы не поймет но объясню если брать брать очень качественную ремень то есть очень качественную стропу она гораздо более плотно здесь вязка идет плотнее наверно в раза два не наверное так она есть но такую стропу я найти не смог было бы она дороже даже в три раза я бы ее купил любом случае но найти и не смог то есть я нигде сейчас не найти не купить она не продается поэтому пришлось брать эту и буду думать как ее реализовать нормально сделать качество то есть на вид чтобы пользоваться было им приятно хотел сделать полностью кожаный ремень но дело то что на такую сумочку кожаный ремень будет жестковат но есть один вариант если я буду делать я покажу не буду ну соответственно не буду упоминать грубо говоря так материалы я собрал необходимые то есть клей там клёпки нитки все у меня есть естественно здесь есть один нюанс эту сумку чтобы шить здесь все не просто так на самом деле кожа то есть на на первый взгляд она кажется простой есть один нюанс видно как здесь располагается шов если задуматься о том как это шов шьется то тот человек который этим занимается поймет что допустим вот этот шов прошить что внутри сверху еще нормально а дальше уже нит иголка очень тяжело просовывать на самом деле здесь не подлезть никак поэтому здесь когда я решил я придумал порядок сшивания как сделать так чтобы и вообще было реально шить то есть ли порядок подругой сделать решить будет просто нереально то есть при видимой простоте шить ее довольно таки сложно на самом деле но как бы у меня инструкции не было то есть просто был осмотр это обзор этой сумочки сейчас я попробую снять порядок и вышивать но заодно человеку сошью видео сниму и покажу какие швы в первую очередь сшивать чтобы ее было реально вообще собрать эту сумочку размеры немного я изменю будут они отличаться прям незначительно от размеров этой сумки но это будет плюс это будет даже лучше человеку будет гораздо удобнее так пользоваться по крайней мере я в это охотно верю у меня задача сделать изделие качественное чтобы человеку было приятно им пользоваться и было очень удобно как говорится все сейчас я приступаю к шитью то есть раскройки и так далее на видео буду все это снимать сделаю монтаж далее покажу и так дело то что я скажу так что по опыту уточни видео другие смотрю другие каналы у людей смотрю также на них подписан я имею ввиду канала как касаемо кожаных изделий там и так далее с работой с кожей мне интересно кто что делает замечаю что кто-то берет идею меня я у кого-то идею беру то есть это неизбежно это нормально но наверное даже для этого люди в принципе это и снимают видео дело то что никто особо не говорит с какой частью кожи люди работают дело то что вот если шкуру взять это полушкурок по сути дела разделены пополам то это полушкуры вот этот участок он приближен к спине то есть здесь в этом месте был центр спинки не о чем это говорит это говорит о том что здесь кожа более плотно ввиду того что я делаю сумку хоть она и делается из самой толстой кожи и задача не быть жесткой но делайте буду именно стараться из более плотной кожи чтобы она держала форму кожа дольше эксплуатировалась так далее то есть бы изделие было более приятно то есть каждый раз когда я что-то делаю я выбираю откуда я буду шкуру отрезать то есть ближе к спине краям если изделие должно быть более мягким и на ощупь и так далее то естественно я отрезаю с краю шкуру иногда бывает просто остаются остатки и мне хочется себе что-то сделать я тогда уже не заморачиваюсь просто беру то что есть уже не смотрю качество шкуры то есть чтобы не думали что там идеализирую но если допустим я кому-то делаю я выбираю именно целенаправленно участок кожи так же как когда кожу я покупаю я обязательно смотрю ее качество чтобы не было ранок на коже там и прочее но я думаю это наверно все делают по возможности если есть возможность выбрать поэтому как то так в данном случае у меня приоритет отрезать на кусок с места где кожа наиболее плотная толщина у нее не будет отличаться на других участков но будет отличаться плотностью и сзади будет меньше ворсица кожи она будет такая приятная чем я думаю кто у меня понимает тот понимает странное выражение но так что я хочу сказать я думаю люди понимают знающие так вот навык немножко у меня потерялся сколько уже месяц может поменьше чуть не притрагивался кожи реально решил от нее отдохнуть у меня бывает я не знаю как у кого если у меня вдохновения нету то я не могу заниматься этим делом ну конечно если на работу надо идти то надо это у меня хобби хобби заключается в том что мы люди занимаются для души для кайфа месяц не было вдохновения точнее оно было направлено в другое русло в общем одна заготовка есть сейчас я продолжу вырезать не буду уже все снимать и так понятно понятен смысл я думаю всем понятно как вырезать из кожи я уже буду снимать когда все вырежу и соответственно начну собирать чтобы более интересно было но как-то так пока перерыв делаю самого начала необходимо на основную деталь установить половинку кнопки на которой будет закрываться клапан дело в том что если этого не сделать то с обратной стороны когда будет приклеиваться кожи а потом сумка будет шито установить эту кнопку будет практически нереально точнее не то что практически вообще нереально поэтому изначально в самом начале надо поставить кнопку и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сначала вот к этой, потом к этой Получится у нас отсеки подключили Сейчас приступлю, как закончу, результат покажу Еще раз показываю, должно получиться таким вот образом Следующая деталька будет пришиваться в этом В общем, дошел до такого этапа, что шил боковины То есть сначала пришивал в этом месте перегородки Потом пришил заднюю створку Ну, соответственно, так же садил на клей И сейчас пришил вот эти боковины Теперь в чем прикол? Прежде чем сшивать весь корпус сумки Сюда необходимо пришить крепление под ремни Почему вот так приходится заморачиваться? Сейчас попробую объяснить Давайте попробуем представить, что сумка уже сшита И в таком положении При пришивании вот этих кожаных кусков, петель Просто будет очень сложно подлезть иголкой То есть прошивать, соответственно Данный шел в это положение То есть, грубо говоря, шить будет очень неудобно, очень трудно Поэтому я делаю таким вот способом После того, как эти петли будут пришиты Соответственно, я начну уже сшивать сам корпус сумки полностью Но этот этап я также покажу Помимо этого, нюанс один объясню Сейчас я делаю дырки заранее То есть, у меня есть такой разметчик Они бывают разные Это самый дешевый, самый простой У него шаг всегда один и тот же Я размечаю, допустим, дырки Здесь можно брать через зубец Шов размечать Я так и делаю, в принципе То есть, провел колесиком И зубец пропускаю, делаю, грубо говоря, отверстие Чтобы все ровно сошлось Я снаружи сделаю все то же самое То есть, с самого начала Отмерю Дырки проделаю И в идеале все должно сойтись Ну, конечно, все это вымеряется, высчитывается Просто так, если с бухты, барахты все это делать То шов не сойдется Все будет очень криво, неровно и красиво Немного подзадолбался уже шить Отвык То есть, раньше мог долго сидеть усидчиво работать Сейчас за занятие спорта у меня Тестостерон подрос, наверное Я не знаю точно, подрос или не подрос Усидчивости у меня немного меньше стало Я стал чуть быстрее морально уставать Вот такой вот парадокс Поэтому, как говорится, такие увлечения у меня немножко несовместимы Ну, конечно, совместимы я так образом говорю В общем, сейчас прихожу к другому этапу Сошью, обязательно все покажу Ну, продолжаю Решил заснять этап заготовления самих петель Держателей, ремня, так сказать Вырезал такие полоски Вот, собственно, сама фурнитура Железячки хорошие, качественные, мне нравятся Задача заключается в том, чтобы сначала склеить Можно все делать без клея, в принципе Но клей дает дополнительную прочность Плюс удобство в работе Зафиксированные детали проще обрабатывать Проще с ними работать Попробую рассказать о клее, об этом Решил просто поэкспериментировать Я брал всегда клей на разлив В одном магазине Вот Сейчас решил взять такой прозрачный клей Называется Moment Всем известная марка Хенкель Опять же, я не рекламирую, просто говорю Во всех магазинах продается Думаю, это ни для кого не секрет Брал я клей на разлив Рапид Дело в том, что Рапид это тоже самый обычный момент Который желтого цвета Такой желтоватого оттенка, запах у него такой Очень даже едкий Особенно раньше был такой сильный запах Когда в моменте содержался толуол Думаю, все помнят Период Я не знаю, в Советском Союзе не был этот клей, не был я Когда маленький был Это уже были 90-е годы Вот я именно момент этот помнил Он действительно такой вонючий был Еще многие Наливали подростки этот клей в пакеты Нюхали Я так не делал Мне казалось это Очень глупо Я, в принципе, и сейчас так думаю Потом Клей немного изменился И он стал Как-то по-другому клеить Казалось, что в нем Стал применяться другой растворитель Толуол Из него убрали Возможно, так это и повлияло На химический состав Ну, то есть И на свойства его В некоторой степени Сейчас клеев различных Очень много Вариаций Взял вот такой Он именно прозрачный Ну, просто решил посмотреть Как он будет действовать Почему прозрачный? Чтобы было меньше следов Хотя, по сути дела Как я понял Прозрачный, не прозрачный Также следы все равно оставляет Поэтому надо просто аккуратнее работать Вот и все Вот таким образом Я склеил петлю Дело в том, что Даже если Железка испачкается В клее ничего страшного В принципе этого нет Я не вижу смысла Чтобы Эта железячка Свободно двигалась Будет свободно двигаться Хорошо Нет Тоже хорошо Не имеет значения В общем Склеивается таким вот образом Желательно, конечно Склеить максимально Все ровно Чтобы дополнительно Ничего не пришлось Оттачивать Ну и плюс Заготовка должна Ровно быть вырезана То есть все В принципе все понятно Потом я обрезаю углы Обрезание не носит Обрезание Декоративный момент Кому как больше нравится Можно дополнительно еще подобрезать Можно обточить Можно оставить так Кто как пожелает Здесь вопрос эстетики Предпочтений И так далее Ну и все Грубо говоря Эта петелька готова Останется только ее Проперфорировать Дело в том, что Прежде чем Приклеивать Я вот таким образом Приклею На бочину Сумки Прежде чем Приклеить Я сделаю перфорацию То есть Сделаю дырки В этой детали По периметру Для чего делаю То есть можно Приклеить И потом дырять Дело в том, что Когда я сделаю дырки И потом Дальнейшим буду Шилом Дырки Продлевать То есть Дырять Вот этот кусок Сами отверстия Получатся очень ровными Аккуратными То есть Эффективно будет Придырять сначала Эту деталь Приклеить Потом Делать дырки дальше Еще дополнительно Дело в том, что Когда петля будет пришита Если крышка у сумки Будет закрыта То Эта петля Будет упираться В крышку сумки Чтобы этот фактор Минимизировать То есть Крышка будет Постоянно топорщиться Как-то будет Неравномерно Или ремень Вот так будет Постоянно отгинаться Чтобы этот фактор Не минимизировать Все уже Устал заговаривать Я возьму Вот так вот Кусок кожи Сложу пополам Можно другой вариант Придумать И просто помещу Под петлю Вот в этом месте Все Тем самым Когда петля будет пришита Она прижмется Гораздо больше То есть Как я показываю Упора ремня В крышку Уже не будет То есть А если и будет То будет минимальный Ну соответственно Пользоваться будет Таким изделием Гораздо приятнее Удобнее Создаваться проблем Не будет Ну как-то так Сейчас я в дальнейшем Все это сделаю Подготовлю И перейду К дальнейшему К следующему этапу На видео покажу Итак Получились Такие вот детальки Здесь я наклеил Дополнительно Слой кожи Чтобы Петля вот таким образом Отходила от сумки То есть был Был зазор между Металлической этой частью Ремнем И крышкой сумки Такие вот детальки Сейчас я их Грубо говоря Приклею И пришью По бокам То есть ничего сложного В принципе Все понятно Видно что есть зазор С краю получается Все Сейчас приступлю К шиванию Потом уже буду Полностью шивать сумку Итак Петли я пришил Получается все Вот таким вот образом Очень прочная Здесь использовал я Другую нитку То есть у меня две нити Сейчас Вот эту я использую Просто для сшивания Она очень прочная Но для петли Я решил использовать Два раза толще Шить ей очень тяжело Руки режет Ну то есть Тяжело в кожу входит Вместе с иголкой Но зато Петли будут Очень прочно держаться Получается Вот такая конструкция Сейчас необходимо Сумку дособирать Дошивать Начну я вот с этих краев Спередних То есть сейчас Так же вымерю Все отверстия Сделаю И буду сшивать Уже по готовым отверстиям Так же Произведу склейку После этого Можно будет уже Пришить заднюю стенку Ну и Сделать Крышку вырезать Сейчас еще Посижу под домом Может еще что-то Интересное Можно сюда Прибомбасить Как говорится И приступлю К дальнейшему сшиванию Сумка уже готова То есть имеется в виду Сумка готова Без ремня То есть я ее сшил Края прокрасил Шлифовал И так далее Петли естественно сшиты Сейчас я приступил к ремню И что самое интересное Очень много времени Именно тратится на ремень Почему такое происходит Дело в том что Я в начале видео говорил Если конечно Не смонтирую так Что там не будет этого Но еще раз повторю В общем смысл такой Что стропы сейчас Вот такие ремни В продаже Которые имеются Вообще я не могу найти Более плотную То есть Если взять допустим Мою сумку Которую я сейчас хожу Здесь стропа очень плотная Очень качественная Так вот Такой стропы в продаже Найти просто невозможно Сейчас В общем сейчас у меня задача Пришить эту штуку Грубо говоря И просидеть Продумать Какую сделать То есть делать кожаную вставку Или нет Сейчас я приступаю к работе Временно отключаюсь Как обычно Как все говорят Как все сделаю Обязательно покажу Проведу обзор Покажу Незначительные Отличия этой сумки От этой То есть фактически Они идентичны Но у них Незначительные отличия Все же есть Итак Сумка готова Получилась такая сумочка Так ремень Пришит Ну я решил Как уже говорил ранее Не останавливаться На том что сделал А решил Все таки ремень Усовершенствовать А точнее просто На него нашить кожу Полоску кожи То есть ремень будет комбинированный Кожано-тряпичный В общем Сейчас я это попробую сделать Результат дальше покажу В принципе все Продолжаю дальше В общем ремень не разрезал То есть мне он не понравился Все таки качество этого ремня Если отдельно его брать То есть слишком он все таки слабенький И я решил нашить Вот так вот кожаный ремень сверху То есть кожаную полоску Край естественно прокрасил Обработал Потом еще дополнительно обработаю Простучу этот край То есть ремень у меня будет комбинированный Будет он кожаный Со стропой То есть по сути дела Это будет очень прочная конструкция Мне такая по душе Хотя я возможно сам выходил бы просто со стропой Но ввиду того что человек Мне вроде как заказал Хотя не знаю будет он уже брать Не будет В общем решила сделать по качеству То есть гораздо качественнее Поэтому буду делать так Сейчас дошью Кожи у меня естественно Длины не хватает на всю полосу Поэтому буду сшивать На эксплуатационной характеристике Это никак не скажется В принципе нормально все будет Довольно-таки качественно, прочно Проблема заключается лишь в том Что шов большой И шить приходится долго Я вот вчера вечером начал То есть прошивать Сейчас продолжаю И постепенно-постепенно двигаюсь Поэтому я не вижу смысла вообще Снимать весь процесс прошивки ремня Это не один час получится Если ускорять То есть просто увидите как я Двигаю иголкой и ниткой Я думаю все это прекрасно уже понимают Один стежок покажу То есть иголки у меня Тупые Колоться им невозможно Я беру просто Обычные, одежды, российские наборы Игл Сейчас попробую показать Вот такие вот иголки Но это как вариант Вообще много Они вот здесь Такого вида Беру Несколько пачек Можно использовать Либо вот эти самые большие Либо поменьше Но если нитка совсем маленькая Можно маленькие Такие иголки можно использовать В качестве булавочек Ну и так далее Сейчас скажу Иголки Иголки производства Московская область В общем Да, это российские Название не буду говорить Но в общем смысл понятен Просто беру их На наждаке На наждачке На брусочке Затупляю Не затачивая Затупляю Обрабатываю их Пастой Гоя дополнительно И они получаются такими Гладкими Все, смысл Того, чтобы иголки были Тупыми Чтобы просто Постоянно в нитку не втыкались То есть не брали Лишнего на себя Не брали Лишний материал То есть а просто Спокойно проходили Раздвигали материал И все Вот Грубо говоря Вставляю То есть Механизм шитья Очень прост На самом деле Набить руку Можно очень быстро Вопрос Здесь наверное Даже в шитье Не то как Руку набить А как вообще Все это вкупе сделать То есть Пробить и так далее Я работаю Шилом Пробойники я не использую Знаю Я настолько привык Уже шилом работать Настолько привык Что можно Как говорится Любой размер шва Выбирать Под себя Под нитку И так далее Ну вот Шов получается И так Шовчик за шовчиком В общем Как ремень я доделаю Соберу всю сумку Обязательно покажу Так сказать Обозрю Обозрю сумочку В общем Объясню Что там Поменялось Допустим С предыдущей моделью Которой я сейчас хожу Ставлю на паузу И так Я закончил сумку Ремень У меня проблемы Возникли с ремнем Ранее на виде Я скорее всего Выложу То есть На определенном этапе Как я шил ремень Проблема В чем В чем Заключается В том что Качество стропы Меня не устраивает Именно по плотности То есть Она перекручивается Слабенькая такая Ну как на обычных Спортивных сумках То есть Которые На рынке продаются И так далее Стропу я не смог В своем городе найти Более плотную Более качественную То есть Может быть Кто-то даже бы И не заморачивался Даже не понял Разницу В чем смысл Попробую показать Вот эта стропа Более имеет Более плотную веску Вот эта стропа Менее плотную веску Но смысл В чем заключается Эта стропа Естественно Китайцы продают Более дешево А эта будет Подороже Хотя опять же Я не могу понять Принципа Вот такой продажи Даже Закупки наших Российских Торговцев Почему они уберут Эту более дешевую стропу Хотя у них Итоговый ценник Я думаю Не будет сильно Отличаться Вот эта намного Качественная стропа Я бы готов был Переплатить Даже в два раза Больше Но лучше купить ее Чем нежели эту Допустим Странный парадокс Конечно у нас на рынке Все думают Что прям Всем-всем надо Подешевле Мне непонятно В общем В своем городе Я не смог найти Даже не на Товых базах Специализированных То есть Просто физически Никто эту стропу Не завозит Вот такой вот парадокс Такого качества Стропу Чисто на сумке Я не хотел оставлять То есть Может быть Если бы я для себя Сшил Я бы ходил И не парился Но дело в том Что эту сумку Я шью Точнее Сшил человеку Человек Решил ее заказать Соответственно Мне хотелось бы Чтобы человеку Было приятно То есть Получил он Все-таки Качественную вещь И Она ему Просто приносила бы Пользу А не Какие-нибудь Разочарования Расстройства Ну Видно Что я Ремень Сделал комбинированным Ремень Он состоит Из двух Кусков кожи То есть Пришлось Сделать шивку Это не Непринципиально То есть Качество От этого Не портится То есть Кожаный ремень Приклеен к стропе И прошит Прошит Вощенной ниткой Здесь Стандартное крепление Крепежи Все прошиты Таким образом Что нету Сквозной прошивки По рамке Будь здорово По рамке То есть Если здесь Есть сквозная Прошивка То обычно Здесь кожа Начинает Перегибаться Быстро Изнашиваться И это Очень актуально Для сумок Которые имеют То есть Имеют большую нагрузку Для ремней И так далее То есть Эта сумочка Хоть не несет Большой нагрузки Все равно Я решил Сделать таким образом То есть Чтобы Не было Слабых мест В этом изделии Здесь Также есть Перемычка Рамка для фиксации Ремня Из-за того Что ремень Стал толще За счет кожи Теперь он Очень плотно Фиксируется То есть Естественно Если надо Изменить размер Это сделать Можно Вот таким Вот образом То есть Но держится Он очень Прочно Фиксируется То есть Ремень Регулируемый В чем еще Особенность этого Ремня Он регулируемый Чтобы вот В этом месте Не создавалась Проблема Сейчас я покажу Какая Может кто-то На это не обращает Внимание Но если регулируемый Ремень То петля В этом месте Ходит таким Плюс Может перекашиваться На рамки Соответственно Вот таким Вот образом Здесь Произойдет Вытяжка Загиб Посередине Петли То есть Будет Очень неудобно Некрасиво Смотреться И возможно Даже неудобно Пользоваться Таким вот образом Поэтому я сделал Очень простой вариант Сделал Такой Тренчик С фиксацией Клепки То есть Выставляется Ремень Определенной Длины И в этом месте Потом просто Необходимо Вот так вот Этот тренчик Зафиксировать Если он мешается Или неудобен По каким-то причинам Ну я в принципе Не вижу вообще В нем неудобства То есть Его можно Конечно не устанавливать Но если Его установить То ремень Получается Очень хорошо Зафиксирован На месте Он не будет Падать вниз То есть Этот тренчик Обеспечивает Лучшее Использование Ремня Такого Такого вида Вот как-то Так То есть По ремню Понятно Сам ремень Я перешивал Три раза Сначала Делал Стропы Потом Стропу Определенным образом Также Обрабатывал По-другому Сшивал Потом понял Что мне не понравилось На видео Я выложу Второй Вариант Как у меня Получилось То есть Мне все равно Не понравилось Я решил Все-таки Заморочиться И очень Много Времени Убил На прошивку Ремня Здесь И шов Как бы Большой И плюс Надо было С этой стропой Которая Постоянно Сгибается Как-то То есть Найти Тот Момент Затяжки При котором Не будет Ремень И кожаный И саму Стропу Не вело То есть Это большая Проблема Как оказалось Но Она решена То есть Все Изделие Готово Сейчас Покажу Сумку Изнутри У меня Это Видео По такой Сумке Короткое Есть Выложенное Я просто Делаю Обзор В это Видео Естественно Вы уже Увидели Что Я показываю Порядок Шивки Сейчас Я сравню Две Сумки Еще раз Может быть Повторюсь Я уже Не помню Что записывал Роликов У меня Получается Очень много Перед монтажом Сумки Отличаются Я эту сумку Сделал Чуть шире Чуть толще И чуть выше Визуально Практически Разницы Не видно Но Вот это Незначительное Увеличение Я думаю Значительно Увеличит Удобство Использования Для меня Это не существенно То есть Лично Для меня Если бы я Сам пользовался Почему Потому что У меня руки Умеют определенный Размер Рост У меня 176 И соответственно Мне пользоваться Удобно А чем больше Рост у человека Тем крупнее Пальцы Обычно Это не всегда Так Могут быть Длинные пальцы И так далее Худенькие Вот смысл В чем заключается Я расширил Вот эти кармашки Сделал их Размерность То есть Шов На одном уровне У меня здесь Отличается Размерность Карманов И сделал И сделал больше Вот этот карман В целом В комплексе Здесь объем Сумки Чуть побольше Теперь в итоге Например Для примера Показываю Как можно будет Ей пользоваться И так далее Например Вот этот карман Он ввиду того Что здесь Вот таким вот образом Перегородка шита И вот так вот Располагается Он получается Изначально меньше Поэтому его можно Использовать под ключи Которые используются Не часто Например Этот карман Можно использовать Под ключи Которые используются Часто Например Для квартиры Как я делаю То есть Вообще Когда я Ключаем И попользоваться Я беру так За колечко Встряхнул В комочек Собрал И просто Вот так В сумку Поместил Буквально Может быть День-два И руки Сами приноровятся Тогда я думаю Может даже С первого раза Будет удобно И Ключи от автомобиля Сигнализации У меня уже привычка Я беру ключ И вот так вот Складываю Сигнализацию вместе И вот таким вот Образом Помещаю в сумку Все Использую именно Под ключ сигнализации Этот карман Это не обязательно То есть Можно менять их местами Здесь перегородка толстая Поэтому Чтобы брелок Не сдавливался Если где-то Я прижмусь Да и в принципе Форму держал И удобно помещать Я использую Именно этот карман То есть Вот так вот Опять же Для чего здесь Сдвоенная перегородка Чтобы сумка Пружинила Легко закрывалась Таким вот образом Еще один Лайфхак Как называют То есть Может быть У кого-то Возникает проблема Вот Я видео посмотрел У одного парня У своего канала Канат развивает У него возникла проблема Что Пустая сумка На клепку Закрывается Очень сложно Но я объяснял Что можно взять Обычный Простой карандаш Сейчас я покажу Это То есть Таким вот образом И графитом Просто Вокруг кнопки Вот так Поводить То есть Визуально Может быть Не заметите разницы Можно вот здесь Так же Но На кнопке Останется графит Графит Как известно Это обычная Сухая смазка То есть Я думаю Кто в курсе Кто поймет Кто не в курсе Можно загуглить Сами узнать После этого Кнопка очень легко Закрывается При этом она Держит усилие То есть Конечно Она легче открывается Но держит усилие Поэтому это не критично В крайнем случае Если совсем критично Можно графит Это просто тряпочкой Убрать и все То есть Это вот Как раз Для того Чтобы если кнопки Плохо закрываются Знали люди Что можно Обычным карандашом Эту проблему решить Ладно Продолжим дальше Также здесь можно Например К этим ключам Положить Нож Помимо этого Можно В карман Где находятся ключи Например У меня квартира Ложить монетки В чем особенность Монетки Когда бросаем Можно даже Поверх ключей Потом при ходьбе Все монетки Опускаются на дно И потом Допустим Рассчитываемся Я делаю Ключи вытащил Ложил Фиксирую Вот эти карманы Чтобы ничего не было Переворачиваю И монетки В руку Насыпаю Кому-то Может это показаться Неудобно Возможно Так оно и есть Для этого человека Я настолько уже Принарвился Я не парюсь У меня помимо этого Есть монетницы Иногда я их беру Иногда делаю Таким вот образом И так далее У меня вот такой портмоне В этом портмоне Находится паспорт Автодокументы И прочее То есть Карты Пластиковые И так далее В общем Помещается спокойно И так же кошелек Кошелек у меня такого вида Можно и толще Кошелек поместить Вот эти перегородки Они видно Что они таким образом Прошиты Они выступают В виде пружин Поэтому При Запихивании Чего-либо Прицелюсь Чего-либо Эти перегородки Отодвигаются И Все в сумке Очень плотно держится На самом деле Очень удобно Пользоваться Поэтому я эту сумку Для себя В свое время Разработал Придумал И сделал Вот показываю Вот у меня монеты Раз Кстати Уже много монет А потом назад Так всыпаю Все Используется В принципе удобно Можно использовать сумку Когда она висит У человека Сбоку Просто Легким движением Петли Обычно Стропа Находится в таком положении То есть если вы на себя Оденете Сумку Она в таком положении Сумка легко открывается Достаются необходимые ключи То есть что необходимо Я достаю Открыл машину Сел в машину Поехал Много места сумка не занимает Также Открыл Достал ключи То есть назад Поместили Все Допустим в магазине Я открыл Достал кошелек Рассчитался Опять же Легким движением Но она еще Подразработается Немножко Поместил назад Все Закрыл То есть Здесь Даже закрывать Бывает Сумки Получается такими Что надо В магнитик попасть Или еще что-то Здесь у вас рука Если вы Вот таким вот движением Приноровитесь Закрывать Чуть-чуть Легко То есть и клапан Так подогнан Что он попадает В принципе На кнопку И рука Если привыкает То Закрывать вообще Без проблем Ну то есть Грубо говоря Сумка Аскета Или Практика То есть Человеку Который наиболее практичен И ему необходимы Именно удобство И скорость использования Все Это Все что самое Необходимо Именно для меня То есть Может быть Кто-то Кого-то Вкусно Попадает Можно Уместить В таком изделии В принципе Все Сейчас я эту сумку Буду Готовить К отправке То есть Человек живет В другом регионе Кому я это шил То есть Обязательно Ее Надо упаковать Получше И на транспортную Компанию Поеду Но не сейчас Сейчас она закрыта Дождусь Рабучего дня Подготовлю К отправке Надеюсь Человеку Эта сумка Принесет Очень много пользы Ему будет Очень удобно Ее пользоваться Особенно Если у него Такие же взгляды На изделии И так далее Я думаю Ему будет Очень удобно Потом В итоге Настолько к ней Привыкнет Что Просто Будет К ней Очень сильно Привязан В принципе Все что хотел сказать Спасибо всем За внимание Сейчас Хотел бы Поздравить Всех С наступившим Новым годом Особенно Тех Кто досмотрел До конца У кого терпения Хватило Я понимаю Ролик Наверное Получится У меня нудный Я еще пока не монтировал Не знаю В общем Все хотел поздравить С новым годом Счастья вам Здоровья Много здоровья Много много Потому что здоровье Это самое важное Плюс Желаю всем Все свои начинания Доводить до конца Не просто потому Что это вас Делает более сильным Уверенным в себе Но это очень Просто приятно И Как говорится Дает какой-то Смысл в жизни На самом деле Смысл в жизни Много То есть Это целые Философские вопросы Могу хоть целый час На эту тему Разговаривать Ну в общем Всем всего Самого наилучшего Спасибо что Ролик мой Посмотрели Дотерпели Как говорится До встречи В следующем ролике Также У меня уже Отснят еще один Материал По чехлу На ремень На брючный ремень Для телефона Попытаюсь его смонтировать Очень много Материала Получилось Я даже не знаю Как сделать ролик Компактным И смотрибельным Интересным Но что-нибудь придумаю Сейчас буду стараться Делать контент Более Качественным Интересным Если у меня будет получаться Хорошо А не будет получаться Но буду к этому стремиться В общем Всех с Новым Годом Спасибо всем за внимание До свидания Субтитры сделал DimaTorzok